МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на Абаза ТВ в студии Рустам Зонтария. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Бюджет 2021 года не прошел второе чтение. Наш материал с заседания сессии Народного собрания. Закон об оружии принят с отсрочкой до 1 марта. За три месяца нового года депутаты должны внести в него необходимые поправки. Обороноспособность государства – главная задача. В Министерстве обороны Абхазии состоялось заседание, посвященное итогам работы в 2020 году. Начнем с официальной хроники. Президенты Абхазии и России Аслан Бжаня и Владимир Путин обменялись поздравительными телеграммами с Новым годом и Рождеством Христовым. В поздравительном адресе Аслан Бжаня, в частности, отмечается. Уходящий 2020 год был трудным не только для наших стран, но и для всего мира. Несмотря на сложности, вызванные пандемией, Республика Абхазия и Российская Федерация развивали активное сотрудничество по многим направлениям. Наша с вами встреча, прошедшая 12 ноября, придала еще больше уверенности в укреплении традиционно дружественных отношений между Абхазией и Россией. Хочу вас заверить в том, что руководство Абхазии будет прилагать все усилия для реализации двусторонних соглашений, достигнутых в ходе содержательных переговоров. Позвольте пожелать вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всему народу России мира, добра и процветания. В поздравлении президента Российской Федерации Владимира Путина, в частности, отмечается. В уходящем году отношения между Россией и Абхазией, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, развивались в конструктивном ключе. Рассчитываю на продолжение совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей на благо наших народов в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности. «Желаю вам, уважаемый Аслан Георгиевич, доброго здоровья, счастья и успехов а всем жителям Абхазии, мира и благополучия». Конец цитаты. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил президента Республики Абхазии Аслан Абжания с Новым годом и Рождеством. В поздравлении, в частности, говорится. В уходящем году российско-абхазские отношения, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, продолжили динамично развиваться. Воплощались в жизнь масштабные планы социально-экономического развития республики, ускорялась реализация крупных совместных проектов. Уверен, что в 2021-м многоплановое сотрудничество продолжит расширяться, обеспечивая благоприятные условия для запуска новых перспективных инициатив. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Абхазия. Конец цитаты. Состояние здоровья президента Абхазии удовлетворительное. Аслан Бжания чувствует себя хорошо, получает необходимое лечение в полном объеме и продолжает работать дистанционно. Об этом Абснепресс сообщил начальник управления по связям со СМИ администрации президента Алхаз Чулоку. Как сообщалось ранее, у главы государства Аслана Бжания был выявлен коронавирус. В соответствии с санитарными инструкциями, глава государства ушел на самоизоляцию, исполняет свои обязанности дистанционно. Аслан Бжания находится в Абхазии в официальной резиденции президента в Сухуме. У премьер-министра Республики Абхазия подтвердился диагноз коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает сайт правительства. Забор биоматериала был осуществлен 29 декабря. 30 декабря ПЦР-диагностика выявила наличие вируса в организме главы правительства. Во избежание распространения возможного заболевания со дня сдачи материала премьер-министр находился на самоизоляции. Александр Анквам чувствует себя нормально. Из симптомов – субфериальная температура. По словам специалистов, болезнь протекает легко, госпитализация не потребуется. Сообщение оперативного штаба за 29 декабря. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 538 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 112 из них. В Гудаутском госпитале 28 декабря скончались два пациента с диагнозами новая коронавирусная инфекция, мужчина 1959 года рождения и мужчина 64 лет. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8 675 человек. 113 летальных случаев выздоровели 6786 человек. К теме ковида мы еще вернемся в выпуске, а сейчас о другом. В Новый год без нового бюджета. Депутаты парламента Абхазии не приняли во втором чтении проект закона о республиканском бюджете на 2021 год. Комитету парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам поручено доработать проект закона о бюджете с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение парламента. О непростых дебатах в Народном собрании в нашем видеоотчете в 21.20. Кроме того, депутаты Народного собрания Абхазии в первой половине дня 30 декабря на сессии парламента приняли ряд важных законов. Один из них об оружии. Также парламентарии утвердили бюджет Национального банка. Тайным голосованием утвердили заместителя Верховного суда. Председателя Верховного суда внесли изменения в законодательные акты в части регулирования НДС. Обсудили и другие вопросы. Подробности в репортаже Марьянны Котовой. Депутаты парламента приняли проект закона об оружии спустя три года с момента вынесения его на обсуждение. Представил законопроект Илья Гуния. По его мнению, этот закон упорядочит и урегулирует оборот оружия в стране, где оно хранится почти в каждом доме. В случае его принятия будет создана правовая база, определяющая правила хранения, приобретения, продажи, отчуждения и наследования огнестрельного, нарезного, гладкоствольного, автоматического и короткоствольного, холодного и метательного оружия. В мире существует самая разнообразная практика оборота оружия, которая напрямую связана с традициями и особенностями той или иной страны. Как известно, владение и ношение оружия всегда рассматривалось в нашем обществе в качестве элемента политической свободы, личности, суверенитета и безопасности государства. По мнению Рауля Лоула, принять закон об оружии необходимо, так как он предусматривает самые важные аспекты, связанные с процессами, которые происходят и сегодня, но до сих пор не регламентированы. В Абхазии по сей день нет понятий гражданское оружие, спортивное и ряда других. По словам Лоула, закон необходим, чтобы уже в его рамках разрабатывались другие нормы, связанные с хранением и ношением оружия. В этом законопроекте кабинет министров, уполномоченный орган в лице Министерства внутренних дел будет, согласно этого законопроекта, дальше разрабатывать свои положения. Положение хранения, положение ношения. Как рассказал Лоула, даже в отсутствии закона об оружии им в Абхазии награждают, но процесс этот никак не контролируется и дает возможность совершать действия, несущие неблагоприятные последствия. Оружие регистрировалось непонятно как, каким образом, непонятно кому выдавалось оружие. Много оружия ушло за пределы нашей страны в виде дарственного, наградного кота оружия. И много об этом тоже говорило. Сегодня вот я специально сюда принес свой пистолет. Вот смотрите, вот он здесь лежит. Я его сюда принес. Этот пистолет дарственный, то есть меня его наградили за определенные заслуги. У меня есть на этот пистолет указ, который был подписан президентом, но я его не могу нормально зарегистрировать. Это очень важно. Вот этим законопроектом мы сегодня не принимаем. Также остается дальнейшая непонятная манипуляция с оружием, то, которое у нас сегодня на руках. Вот этот законопроект положит конец вот таким вольным каким-то манипуляциям с этим оружием. По мнению Лолова, легализация оружия позволит создать базу данных, облегчив тем самым работу правоохранительных органов. В Министерстве внутренних дел, уполномоченном органе, будет полностью вся база оружия, которое находится у населения. Пуля, гильзотека. Любой выстрел, который будет произведен с оружия, который будет зарегистрировано, оно должно зарегистрировано быть. Значит, Министерство внутренних дел сразу отследит его происхождение. Принятие закона об оружии поддерживает и депутат Алмаз Джапо. По его мнению, легализация оружия позволит вывести его из тени. Что нам дает легализация? Мне кажется, вот прямо в этот момент, эта часть разделится на две части. На легальную свою часть и нелегальную. И легально нам позволит привести под регулирование эту часть. Преступные группировки, люди с преступным образом мышления, они вне зависимости от нашего законодательства, и так будут хранить, носить. Министерство внутренних дел, пусть с ними борются. А со всеми остальными, по сути, мы сможем регулировать это оружие. По убеждению депутата, есть категории граждан, которым необходимо носить оружие в целях безопасности. И это должно стать нормой, закрепленной в законе. Нельзя полностью лишать людей отношения, потому что есть люди, которые на протяжении своей трудовой деятельности, их жизнь сопряжена с какой-то опасностью уже после нее. Например, судьи. Человек применил огромное количество приговоров, и на выходе завтра он не является судьей. Его жизнь может угрожать опасность. До конца жизни этот человек должен иметь право на скрытое ношение оружия. Бывшие сотрудники спецслужбы или министерств, в том числе и коллеги, мы с вами тоже, извините, но тем не менее, есть такие острые вопросы, после которых человек 5-7 лет отработавший, у него его жизнь в том числе может угрожать опасность. То есть категория граждан, которая скрытое, ношение должно быть разрешено, она должна быть. По мнению депутата Батала Табагу, о разрешении носить оружие вопрос очень тонкий, так как, по его мнению, такая возможность, будучи узаконенной, при определенных обстоятельствах, может стать причиной трагедии. И примеры уже есть. Был случай, что у нас погиб Тамада. Не спор какой-то был, ну а вот неумышленно, конечно, но случилось это. Мы туристическая сторона, к нам приезжает много людей отдыхающих. Я лично за то, чтобы все это оружие было зарегистрировано, находилось дома, но я считаю, что носить ее, это очень сложный вопрос. И иногда, не скрою, очень неприятно, когда ты приходишь в кафе, в ресторан, сидят молодые люди, и он демонстративно показывает всем окружающим, что у него за пазухой пистолет. Категорически против закона об оружии в таком виде, как он рассматривается сегодня, выступает депутат Батал Айба. На его взгляд, гражданское общество в Абхазии еще не доросло до того уровня, когда легализация оружия больше блага, чем зло. Мы идем по пути милитаризации, принимая данный законопроект в той форме, в которой он сегодня предлагается. Если брать примеры стран Западной Европы или заокеанский пример, то там уровень развития гражданского общества высок. Если кто-то не понимает смысл и глубину понимания гражданского общества, это как ответственность каждого из нас. Но лично я, с учетом обстоятельств и то, как работают наши институты, власти, наши общественные организации и наше самосознание, я бы воздержался от той формы принятия данного закона. Лаш Ашеба выступает за принятие закона об оружии, но против разрешения на его ношение. На его взгляд, Абхазию сегодня в плане отношения к оружию стоит сравнивать не с Европой и США, а со странами Латинской Америки. Что касается мировой практики, здесь приводят определенные страны США, страны Европы и так далее, но никто не приводит страны Мексики, Бразилии. Там совершенно другое отношение к оружию. В Бразилии в 2006 году был проведен референдум о ношении оружия, и уровень преступности резко вырос. Каждые 15 минут в Бразилии убивают одного человека. Это 35 тысяч человек в год. Как говорит Лаш Ашеба, он готов к критике в рядах его избирателей, но при рассмотрении закона об оружии руководствуется не мнением народа, а принципом целесообразности. С точки зрения молодежи, молодая часть парламента должна быть за ношение оружия. И у нас будет очень много неприятных разговоров, скорее всего, на улице из-за этого. Но мы понимаем, что у нас туристическая страна, страна, в которую мы должны привести инвестиции. Депутат Алхаз Джинджолия зачитал положение законопроекта, где говорится как раз о регламенте ношения оружия, подчеркнув тем самым, что вопросы, за которые сегодня депутаты ломают копья, уже прописаны. Там пункт третий. Ношение перевозка в границах населенных пунктов оружия в заряженном или снаряженном состоянии, а также использование такого оружия в границах населенных пунктов вне помещений и участков местности специально приспособленных для СЭС запрещены. Ношение огнестрельного метательного стрелкового оружия в состоянии опьянения запрещено. Ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстрации, пикетирования и других массовых, публичных и массовых торжественных мероприятий, за исключением, там перечисляются абхазские моменты наши, то есть это тоже запрещено. Но все же представитель президента в парламенте Саида Будва выступила с предложением доработать закон и вынести его на голосование только после того, как будут учтены рекомендации юристов. Понимая, какое важное значение имеет этот закон для нашего общества и государства в целом, я полагаю, что этот закон необходимо доработать, тем более учитывая разность позиций, в том числе депутатского сообщества. У нас есть много замечаний, и генеральный прокурор, к сожалению, их нет, и правоохранительных органов, в том числе и контрольные палаты. Замечаний много к нему. Поэтому, как бы, наше предложение такое, отложить, доработать с учетом этих замечаний, и уже отработанный, выверенный тех закон уже рассматривать на заседание СССР. Тем не менее, законопроект об оружии был вынесен на голосование. С оговоркой, что вступление его в силу будет отсрочено до 1 марта. И с условием, что за эти три месяца в него будут внесены необходимые поправки. Большинством голосов закон об оружии был принят. Кроме того, депутаты приняли ряд важных решений. Например, внесли изменения в некоторые законодательные акты в части регулирования НДС. Остается процентная ставка 10 в связи с тем, что налоговым и таможенным органам технически сложно осуществлять начисление контроля по дифференцированным ставкам. Это мы тоже обсудили, и в этом мы были едины. И главное, что представляет основное наше такое изменение, это предоставление беспроцентной отсрочки по уплате налога на добавленную стоимость для товара, работы, услуги, возимые на территорию со сроком до трех месяцев. Это постановление было принято во втором чтении. Чтобы принять его окончательно, необходимо еще два. А значит, решение этого вопроса переносится на следующий год. Также постановлением парламент принял основные направления единой кредитно-денежной политики на 2021 год. О них подробно рассказал председатель Национального банка Беслан Барателия. Одним из достижений 2020 года и то, что будет активно продолжаться в будущем, он назвал расширение влияния платежной системы АПРА. Еще один финансовый вопрос, который обсудили депутаты, увеличение заработной платы сотрудникам правоохранительных органов. По словам министра финансов Владимира Делба, возможно, это случится еще в 2020 году. До конца финансового года текущего осталось два дня, и у нас есть высокая убежденность в том, что мы с этими обязательствами в текущем году справимся. Кроме того, большинством голосов депутата Народного собрания утвердили на должность заместителя председателя Верховного суда Адук Асландия, а также обсудили и проголосовали за ряд других важных вопросов. Обороноспособность государства задача номер один. В Министерстве обороны Абхазии состоялось заседание, посвященное итогам работы в 2020 году. Основной докладчик министр обороны Владимир Анова. Кроме того, ряду военнослужащих присвоены очередные воинские звания. О результатах деятельности Главного оборонного ведомства страны расскажет Анастасия Никонова. Товарищ министр обороны, указанная категория военнослужащих гражданского персонала на торжественное собрание, посвященное наступающему Новому году, собрано. Первый заместитель министра обороны, генерал-полковник Сыжев. Уходящий 2020-й, несмотря на сложности, подарил нам немало достижений, отметил, открывая итоговое заседание, министр обороны Абхазии, Владимир Ануа. По его словам, последовательно решали задачи, стоящие перед вооруженными силами страны. Достигнутое помогло обрести уверенность в своих силах, а неудачи научили не опускать руки, отметил Владимир Ануа. Абхазия. Абхазия много добилась за последние годы. В основе всех этих достижений подвиг, труд, преданность родине ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. В преддверии Нового года мы с благодарностью говорим честь и слава всем поколениям защитников родины, родной земли, отстаивавшим ее свободу и независимость. В памяти народа живут и будут жить славные имена народов-героев. Нынешние грядущим поколениям будут ярко ставить подвиг тех, кто завоевал победу в Отечественной войне народа Абхазии. Прошу почтить память о них минуты молчания. Развитие вооруженных сил, по словам министра обороны, основывается на оценке нынешней ситуации в стране и мире. Руководство Абхазии уделяет особое внимание совершенствованию обороноспособности армии, подчеркивает Владимир Ануа. Это вселяет уверенность в скором решении задач, стоящих перед нами в ближайшие перспективы. В вооруженных силах уже предприняты практические шаги по формированию профессиональной армии. Значительно увеличилось количество офицеров с высшими военными образованиями, многие из которых окончили высшеучебные заведения Российской Федерации. Ежегодно на Абхазии Министерством обороны России выделяются лимитные военные вузы Российской Федерации. На базе Министерства обороны Абхазии успешно функционируется Сухумское высшее воинковое командное училище. нами коренным образом пересмотрены вопросы оперативной боевой подготовки. В ходе учебной отрабатываются вопросы организации взаимодействия между вооруженными силами и другими войсками. После детального доклада о работе главного оборонного ведомства страны в 2020-м Владимир Ану присвоил очередные воинские звания военнослужащим Саиду Киут, Альберту Маделяну и Дмитрию Кутарба. Медаль у Министерства обороны второй степени за добросовестную и безупречную службу награждены Вадим Камки, Руслан Клитиня и Вадим Касаевский. Указом главнокомандующего президента Абхазии Аслан Абжания подполковнику Александру Жвания присвоено звание полковника. Анастасия Нигана Ватурника, Амежбам, Абазатова. Премьер-министр Абхазии Александр Анква подписал в распоряжение о запрете размещения и хранения на территориях и объектах центральных и местных органов государственного управления, республиканских и муниципальных унитарных предприятий, государственных компаний и учреждений оборудования, предназначенного для добычи криптовалют, сообщает пресс-служба правительства. Центральным и местным органам государственного управления и иным государственным органам запрещено размещение и хранение на закрепленных за ними территориях и объектах оборудования, предназначенного для добычи криптовалют, за исключением размещения под ответственное Государственным органам и государственным организациям предписано расторгнуть договоры аренды помещений и площадей, применяемых для целей размещения и хранения оборудования для добычи криптовалют, обеспечить незамедлительное освобождение закрепленных за ними территорий и объектов от оборудования, предназначенного для добычи криптовалют. В течение 15 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения они должны предоставить в Министерство экономики информацию об исполнении распоряжения. Контроль за исполнением распоряжения возложен на МВД и Министерство экономики. О причинах принятия подобного документа рассказали в Минэкономике Абхазии. 3 ноября текущего года во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Абхазии о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют, приказом вице-премьера Министра экономики была сформирована рабочая комиссия, в обязанности которой входило в том числе проверять на соответствие деятельности по осуществлению добычи криптовалют, установленному порядку присоединения и потребления электроэнергии на территории Республики Абхазии. В рабочую комиссию включены сотрудники МВД, а именно Управление экономической безопасности и противодействие коррупции, сотрудники Черномор Энерго, а также комиссия работает при постоянной активной поддержке сотрудников службы государственной безопасности. В рамках работы, проводимой участниками комиссии, были выявлены случаи осуществления деятельности по добыче криптовалют в период введения запрета на осуществление указанной деятельности, в том числе на государственных объектах, то есть на территориях и объектах республиканских и местных унитарных предприятий. О чем сотрудники Черномор Энерго доложили в Министерство экономики, направив в наш адрес акты об отключении от питания указанных объектов. Исходя из полученных данных, было принято решение о необходимости введения запрета на размещение и хранение оборудования для добычи криптовалют на территориях и объектах, закрепленных за центральными и местными органами государственного управления и подведенными им унитарными предприятиями. Распоряжением премьер-министра республики Абхазия дается поручение об освобождении территории объектов, закрепленных за центральными и местными органами государственного управления и подведомственными им унитарными предприятиями от оборудования для добычи криптовалют. И в течение 15 дней со дня подписания данного распоряжения отчитаться в Министерство экономики об исполнении положений данного распоряжения. Благодаря проведенной работе операторов связи существенно снизились нагрузки на энергосети Абхазии. Об этом на своих ресурсах сообщает РУП «Черноморэнерго». Работа по данному направлению продолжается. От лица энергетиков выражаем свою благодарность всем операторам связи, включившимся в работу по обеспечению энергобезопасности нашей страны, отмечается в сообщении энергетиков. Напомним, 28 декабря председатель Госкомитета Республики по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш издал приказ о введении ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют. Во исполнение данного приказа все операторы связи Республики приступили к проведению необходимых технических мероприятий. Информация правоохранителей. К содержанию под стражей санкционирован задержанный сотрудниками МВД гражданин Давид Папазян. Ему вменяется сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Смотрите материал пресс-службы МВД. К содержанию под стражей санкционированы задержанный сотрудниками МВД гражданин Папазян Давид Сергеевич, 1985 года рождения, житель села Приморское Гудаутского района. Последнему вменяется сбыт наркотического средства в особо крупном размере. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УКОН МВД РАР был задержан гражданин Республики Абхазия Папазян Давид Сергеевич, уроженец и житель Республики Абхазия. Данный гражданин на протяжении нескольких лет осуществлял так называемые тайные закладки на территории Республики Абхазия, в частности в селе Верхняя Ишера. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с участием гражданина Папазян был обследован участок местности в лесном массиве села Верхняя Ишера, примерно в 50 метрах от центральной трассы Псоун-Гур, где обнаружено и изъято уже готовое к реализации наркотическое вещество. В трех местах, ранее сделанных так называемых тайных закладках, находились обмотанные скотчем полиэтиленовой свертки с расфасованным в фольгу светлым порошкообразным веществом. Отправленное на исследование вещество, как установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД, является наркотическим средством метадон общей массой 5,280 грамм. Следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств данного преступления продолжаются. В настоящее время гражданин Папазян находится под следствием. В отношении других фигурантов проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью их задержания и привлечения к уголовной ответственности. Расследование данного уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственная группа отдела внутренних дел Сухумского района. Указом президента Абхазии Аслана Бжания за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения, почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» присвоено Марине Абгач, Римми Барциц, Алле Делба, Зайре Кутелия, Тамаре Скидиной, Зинаиде Тушба. Уполномоченный по правам человека в Республике Абхазии Асида Шакрыл поздравляет граждан с наступающим Новым Годом. В поздравлении Буцмена, в частности, отмечается. Прошедший 2020 год поставил человечество перед лицом новых глобальных вызовов. В первую очередь пандемией COVID-19. Коронавирусная инфекция серьезно затронула и наш народ. Я надеюсь, что в 2021 году наше государство справится с последствиями серьезных вызовов 2020-го, и мы все будем более эффективно работать над решением таких задач, как преодоление неравенства в обществе, обеспечение единообразия в толковании и соблюдении законов, строгое исполнение решений суда, а также над другими насущными проблемами, негативно отражающимися на правах жителей нашей страны. Дальнейшее совершенствование судебной и правоохранительной систем, системы государственного управления, консолидация институтов гражданского общества, обеспечение эффективными механизмами контроля за системой управления – все это непременно приведет к всестороннему укреплению правового абхазского государства. Асида Шакрелл. Возвращаемся к теме ковида. Если мы не будем соблюдать карантинные меры, то заболеваемость и смертность будут расти. Об этом предупреждает главный терапевт Министерства здравоохранения Абхазии Анжела Арчелия, говоря о росте летальных случаев среди зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. На данный момент, на вчерашний день, было 8820 пациентов зараженных. Из них было за весь период госпитализировано 2132 пациента. Прошли стационарное лечение. Погибло, к сожалению, 114 человек. Это большая трагедия для каждой семьи, для нашего народа, но тем не менее это тяжелейшее заболевание, которое вызывает тяжелые осложнения. И что касается, почему это произошло, такое происходит во всем мире. Вот если смотреть вчерашние данные, то во всем мире происходит рост летальности на 60% вроде произошел. Это связано, может быть, с тем, что вирус мутировал, или с тем, что пациенты, может быть, поздно обращаются. И имеется такая прослойка населения, которые старше 60 лет, которые имеют груз сомантических хронических заболеваний. И поэтому, к сожалению, летальные случаи они-то однозначно будут. Несмотря на наши старания. Вот мы анализировали летальные исходы при данном заболевании. То есть с учетом того, что 8820 пациентов было подтверждено ПЦР-диагностикой, из них погибло 114 человек. Это составляет 1,2%, 1,3% от общего количества зараженных. Если сравнить с Российской Федерацией, то там процент смертности 1,8%. Если говорить о Франции, то 2,5%, 2,5%, об Испании 2,6%. Единственное, что меня всегда смущает, то, что, допустим, в Китае, где началась вспышка, там было 86 тысяч зараженных на 1,5 миллиарда населения. Смертность была высокая, 5%. Но это были первые люди, которые приняли удар на себя от этой инфекции. Но, тем не менее, смогли локализовать этот процесс. Если мы не будем соблюдать карантинные мероприятия, как положено, заболеваемость будет расти. И летальные исходы тоже будут. Потому что возрастная категория пациентов, если анализировать, это в основном пациенты от 60 до 80 лет. Они составляют наибольшую львиную долю спиртных случаев. Это 76 человек из 114. Из пациентов старше 80 лет, это 22 пациента. Остальные – это от 40 до 60. Поэтому, говоря о том, что если мы хотим защитить наших старших, защитить старшее поколение, но мы даже соберем карантинные мероприятия. По-другому с этим заболеванием пока нигде бороться невозможно. Исключая вакцинацию, конечно. В основном пациенты, умершие от ковида, они умерли в стационаре. Но есть пациенты, которые были подтверждены под сердиагностикой и скончались дома, потому что они решили лечиться дома. Есть пациенты, которые погибли, которые в постмортальном, то есть после смерти в стационаре был взят мазок, потому что они поступили в крайне тяжелом агонирующем состоянии, и уже постмортально берется мазок. Но в основном это пациенты, которым при жизни было исследование проведено и была подтверждена коронавирусная инфекция. И в основном это стационарные больные, которые проходили определенную терапию. То есть есть такой термин, как коронавирусная инфекция, не подтвержденная ПЦР. То есть не всегда, к сожалению, ПЦР-диагностика тоже дает ложные, отрицательные результаты. И мы тогда ориентируемся на исследование пациента, потому что именно коронавирусная пневмония, вызванная пневмонией коронавирусной инфекцией, она отличается от других пневмоний, ее ни с чем спутать практически невозможно, потому что с учетом, что 8800 с чем-то больных было обследовано, поэтому эту пневмонию с каким-то другим заболеванием спутать невозможно. В данный момент мы стационируем пациентов только средней степени тяжести тяжелых, то есть с проявлениями уже заболеваний легких, это пневмония, и с проявлениями дыхательной недостаточности. Связано с тем, что количество пациентов возрастает, и пациенты проходят как амбулаторное лечение в большей части, но мы госпитализируем, как во всем мире, только уже с проявлениями осложнений данного заболевания. Мы всегда общаемся с коллегами, которые находятся за пределами нашей страны, за рубежом, приезжали экспертовоз, которые были удивлены тем, что у нас выживаемость пациентов старше 60-ти достаточно высокая, что смертность по их параметрам гораздо ниже, чем в Европе. Я уже озвучила, что, например, смертность во Франции 2,5%, в Испании 2,6%, а в Абхазии, по нашим данным, 1,3%, то есть, например, в два раза ниже, чем в Европе. То есть это, наверное, связано мало того, что с генетическими предрасположенностями, и они отмечали то, что за пациентами ухаживают замечательно, то есть с ними работают и родственники, и медработники, то есть теплые отношения тоже играют большую роль. И они оценили, сказали, что у вас хорошее медикаментозное обеспечение, хорошая выживаемость, это есть показатель того, что значит мы правильно работаем. По крайней мере, стараемся работать правильно. На площадке фестиваля Апсна в Москве вышло интервью и премьера песни из Хароузии всемирно известной оперной певицы, народной артистки Российской Федерации и Республики Абхазия, солистки Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко с 1995 года Хиблы Герзмава. Представляем его вашему вниманию. Каждое мое возвращение в Пицунду и каждое мое возвращение на Родину, в Абхазию, это было особо и это было необходимо. Во-первых, нужно было дышать. Во-вторых, нужно было дышать воздухом морским. И видеть, и ощущать эти сосны. И обнимать своих родителей. И весь род. И быть обязательно в нашем имении, в Дурипших, где похоронены мои родители. Для меня это было просто необходимостью. В какой-то определенный момент я понимала... Ну, понятно, что это были каникулы какие-то, да, которые отведены, в общем, студентам. Но мне обязательно нужно было поехать, даже если у меня несколько дней, то я должна была туда поехать. Просто подышать. Потому что это моя энергия, это место моей силы. И я счастлива, что я рождена в Пицунде. Потому что это великое место. Великое место для того, чтобы энергетически быть настолько сильной, для того, чтобы делать что-то дальше. Знаете, какая очень интересная штука. Я недавно думала об этом. Мне кажется, что если нет родины, если нет того очень сильного места, которое ты называешь домом, не может быть второго дома. А у каждого человека второй дом, он обязательно. Мы рождаемся в одном месте, это корни, это наша энергетика, энергия, это наш род. А второй дом, это куда мы едем дальше расти и дальше развиваться. И сегодня Москва, это мой дом, конечно. Но Абхазия, это моя родина и мои корни. Поэтому это должно быть просто очень соединено. Вот если в человеке это соединено, значит, он внутренне очень правильно наполнен. Я бы хотела первым долгом, конечно, хотя бы два слова сказать про нашу абхазскую диаспору. Они столько делают. Они так много делают для людей. Они какая-то невероятная, великая поддержка. Я, конечно, очень благодарна Беслану Родионовичу Агроба и всей его команде, и всем его друзьям, которые поддерживают абхазскую диаспору, потому как в наше время это очень важно. И я желаю всем счастья, я желаю внутреннего спокойствия, я желаю, самое главное, здоровья, конечно. И в наше такое очень трудное время я бы очень хотела, чтобы люди внутренне были счастливы и здоровы. И чтобы в каждом доме был мир, доброта. И вообще я очень верю в то, что мир спасет красота и доброта. Поэтому я очень хочу, чтобы в каждой семье, не только в абхазской, не только здесь, в московской абхазской семье. Я вообще, я бы хотела, чтобы люди были счастливы и здоровы. И чтобы они были наполнены настолько, насколько им нужно. Поэтому я желаю вот такого внутреннего процветания, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok